Этот плохой. Надо платочек одевать. Некрасиво. С платочком. Всё, пошли, а то действительно там дождём поклёд. Вместе Роберт и Валентина уже 40 лет. И их чувство за эти годы не раз подвергалось серьёзным испытаниям. От любви до ненависти. От ненависти до любви не один шаг. За 40 лет их отношения пережили два развода и три свадьбы. Но это всего лишь факты биографии, строчки документов. А за ними чувство, расставание, примирение и трагедия, которая разрушила их жизнь, но не убила главное – их любовь. Началось всё в 1961 году. В весёлой студенческой кампании, отмечавшей Новый год, появился молодой человек с гитарой. Звали молодого человека Роберт Цой. Он был с гитарой. Немножко что-то там играл, трынкал, там что-то. Ну, такие, очень примитивно. И вот это был Новый год. Короче говоря, 3-го числа он мне сделал предложение. Перезнакомились хорошо. В общем, если проще сказать, она сразу стала моей. Ну, после этого я, как честный человек, должен был жениться на ней. В начале темпераментная и ироничная Валя не поверила в серьёзность намерений Роберта. В самом деле, он сделал ей предложение уже через 3 дня после их первой встречи. Никаких ухаживаний, цветов и свиданий. Сразу знакомство с родителями и в ЗАГС. Валя посмеивалась над такой стремительностью, но в то же время ей льстил его напор. Значит, она может внушить мужчине такие сильные чувства с первого взгляда. Уже через месяц, 13 февраля 61-го года, ЗАГС города Ленинграда зарегистрировал брак между Валентиной Васильевной Гусевой и Робертом Максимовичем Цоем. В июне 62-го года у Роберта и Валентины родился сын. Назвали мальчика Витти. Виктор Цой. Конечно, они тогда и не подозревали, что это имя спустя годы будет греметь на весь Советский Союз. Для них он был просто сыном. Витенькой. В 62-м году у меня уже в июне родился Виктор. Вот 21 июня, будет ему 30-48 лет. 21 день рождения, да? 15 августа. 15 августа будет годовщина. 18 лет. На богословском свадьбе. Да, да, бываю и захожу всегда. Хороший памятник. Самая обычная семья. Она учительница, он инженер. Дом, работа, работа, дом. И что? Так будет всегда? Настал момент, когда Роберт, как многие, до и после него понял, прежней влюбленности уже нет. А что дальше? И вот он поехал на сенокоз. Отправили. Раньше было модно. И учителей, всех этих абсолютно высылали на сенокоз. Всех. На сенокоз, там, морковку, там, карто. Ну, все это. Сенокоз. Как видно? Сельхоз работает. Вот. И в результате там он встретил девушку молодую. На 12 лет моложе ее. Был на 2 месяца там это. Приехал и никакой. И говорит, Валя, я влюбил. Можно сказать, влюбился там в девчонку Любашу. Она была еще такая молоденькая совсем. Ну, и, короче говоря, в общем, до такой степени, что это самая семья по боку. И, короче говоря, я ушел к ней. С сыном Валентина Васильевна никогда не говорила о семейных проблемах. Лишь однажды спрашивала, и хотел бы, чтобы отец вернулся. Виктор внимательно посмотрел на мать и сказал, конечно. Ну, он там 3 года побыл, там ребенок родился. И там ничего не получилось. Его друзья ко мне привели. Опять. Ну, я думаю, ну, хорошо. Ну, и остался. Ну, я думаю, ну, что я теряю-то ребенка-то подростковый возраст. Вспоминай, вот ты меня бросал, бросал, а вот вспоминай. Тихо вот. Вот эти фотографии я что-то вообще не помню. А вот только вот за счет Игоря Ивановича я вспоминаю, что это действительно... А там теплов. Они только прячутся. Не смешно, что мы второй раз женимся. Они прячутся на фотографии. А вот это первое, да? А разница-то сколько в годах-то там. Да. Вообще. Не, ну вот это вот почему-то я раньше не видел. Так ты не смотрел, потому что... Ну, теперь еще откажись вообще. Скажи, что это не ты. Это какой-то другой так корейцы. Так было всегда. Она ругается, припоминает ему старые обиды, но все равно делает так, как хочет Роберт. 18 июня 1976 года в Ленинградском ЗАГСе был зарегистрирован второй брак между Валентиной Васильевной и Робертом Максимовичем. Так вот это вот второй раз, когда шло. А, сейчас будет доходить. А чего ты? А-а-а. Ай. Ух. Ну вот это наш первый брак. Это первый брак. Первый брак. Мы вот такие вот. Можно... Я не знаю. А это наш второй брак. Как? Второй брак? Вот второй брак. А это наши документы. Бариша, ну что ты дергаешься? Которые говорят о том, что мы разводились, сходились. Вот это по нашим личным отношениям. Невероятная популярность, обрушившаяся на Виктора Цоя в конце 80-х, была для его родителей полной неожиданностью. Они, конечно, знали, что их Виктор талантлив. Играет на гитаре, поет, довольно интересные у него стихи. Но все его поклонники это его друзья, а концертные площадки кухня их квартир. Они не заметили, как их сын вдруг стал кумиром миллионов, а его музыка начала собирать стадионы. Невероятно. И слишком далеко от них. Они гордились сыном, но бремя его славы на них не давило. Они продолжали жить своей жизнью, пока не случилось непоправимое. 15 августа 1990 года на 35-м километре Рижского шоссе автомобиль «Москвич», управляемый Виктором, столкнулся с пассажирским автобусом. Виктора Цоя не стало. Теперь супруги Цои в полной мере почувствовали, что значит быть родителями рок-звезды в Советском Союзе. У нас проходной двор был. Мы на бассейне жили, дом со шпилем. Может, знаете этот дом, хотя бы дом. В этом доме жили. Но неважно, где мы бы ни жили, все равно достали бы. То есть вот это вот. И они все приходили, больные, раненые, со слезами, и на Богословском там жили. Два года жили, зимой все время жили поклонники Виктора. От могилы никак не оторвать было. К личному горю родителей, потерявших единственного сына, примешивалось горе сотен и тысяч людей, считавших Виктора самым близким в жизни человеком. Валентина и Роберт оказались не готовы к такой вынужденной публичности. Особенно тяжело было Роберту. Ему, человеку замкнутому и немногословному, казалось невозможным переживать свое горе на глазах у целой армии поклонников сына, считавших себя по умолчанию чуть ли не членами семьи. В один из этих тяжелых дней Роберт совершенно случайно встретил свою первую детскую любовь. Позвонила женщина, Роберт Максимович, можно? И я говорю, вот. И она его пригласила куда-то встретиться. А оказалось, она первая его любовь. Еще в школе мы учились, я ее седьмого класса любил. Кореянка при всех причиндалах. Ну, кореянка. При всех причиндалах. Короче говоря, все? Что такое причиндалы у кореянки? О, 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 и О. Кривые ноги. Ну, это ж все знают. Ну, все знают. А у нее особо кривые ноги были. Ну, в общем, опять вот, казалось, что вот идеал, все, вот первая любовь. В общем, я уехал к ней. Она жила в Казани. А я его ненавидела всеми фибрами. Думаю, ну, как можно по такому моменту? Валю я полюбил. Опять это тоже. Валю я полюбил. Вот он пришел, сказал, Валю я полюбил. Как можно было полюбить, когда в доме смерть? Понимаете? Смерть. Где-то я поступил, может быть, подло. Где-то, конечно, очень... Вот. Потому что недавно Вичка погиб, и тут в Валентине, конечно, было очень тяжело. Роберт уехал в Казань к своей новой старой возлюбленной. А Валентина снова осталась одна. Но тогда, в первый раз, у нее был сын, о котором надо было заботиться. Это отвлекало ее от мыслей о предательстве мужа. В этот раз у нее не осталось ничего. Через 6 лет он все-таки там разошелся и приехал на дачу. А я знала, что у него белая машина. Смотрю, машина, бух, мелькнул, уехал, а я спала. А у меня там ворота, они всегда на замке. Он приехал и решил, что там никого нет. Соседке отдал записку. Валюша, я сейчас живу один, нам надо встречаться, давай, это, позвони. Она хотела, чтобы я всю прошлую свою жизнь забыл. Ну, не то, чтобы где-то память о Вике даже где-то, то есть, чтобы я окончательно переехал в Казань. Я сказал, что я не могу этого делать. Я говорю, для меня память Виктора свята. Валентина Васильевна согласилась на встречу. Разговор был долгим. Роберт Максимович очень волновался. Он боялся, что его Валюша не сможет его простить. Я не собиралась с ним не встречаться, ничего вообще. Он практически не существовал для меня. Вот. Но испавить никак не выгнать. Вот так кажется. Хоть куда уезжай, я прошлое с тобой. Ненависть, она не помогает человеку. Она его начинает разъедать. Как ржавчина внутри. Я ей объяснил, что вот намного общего у нас с собой, чем у Евы. У нас общая память Вики, у нас общий внук. Короче говоря, она сумела простить меня. В 2002 году Роберт и Валентина Цой зарегистрировали свой третий брак. И над ними снова смеялись друзья. Я, знаешь, как ты сказала? Мы, мы, это, здесь в последние 10 лет живем в любви и согласии. Понял, да? Ты согласен? Да. Ой, все нормально. Все путем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА